Всем салют, народ! С вами вновь канал Хука Лайф. Сегодня я сижу на подоконнике, ибо у нас такая не суровая, нихуя, не уральская, не зима. Сегодня мы на обзоре Калиан Юнион Хука родом из Нижнего Новгорода. Долго не затягиваем, погнали! Начнем с того, что данный Калиан сделан из нержавеющей стали АИСи 304, а из нержавеющей стали у нас именно коннектор под чашу, блюдца, внутренняя часть шахты, погружная часть шахты и трубка внутри нашего мундштука. Шахта и мундштук же облицованы в массив ясеня и покрыты немецким маслом. Всего есть три расцветки, это кофе, карамель и блэксильвер. За модель блэксильвер вы доплатите лишние 500 рублей. Не знаю, с чем это связано, но будем считать, что это эксклюзивное решение по типу золотого айфона. Сам же Калиан входит в сегмент доступных Калианов, потому что за комплект блюдца, шахты и мундштук, за цвет карамель и кофе вы заплатите 5990 рублей. Расцветка же блэксильвер стоит 6500. В принципе, нормальная цена. Двигаемся далее. Основание нашего Калиана сделано из далорина. Это ударопрочный пластик, который неплохо смотрится, не царапается, в принципе, если по нему щитцами не лозить. И довольно уверенно себя чувствует наравне с нержавейкой. Поначалу мне показалось, что данное основание немного большое и как-то оно неуклюже смотрится. Но поработав с данным Калианом буквально 1-2 дня, я понял, что данное основание придает Калиану некой массивности, и колен не смотрится таким неуклюжим, маленьким и беззащитным. Поскольку диаметр блюдца у нас 20 см, данный Калиан идеально смотрится на колбе Хука 3, потому что блюдца и непосредственно сама колба у нас одинакового диаметра. И получается, что у нас такая вот форма песочных часов здесь образуется. И за счет того, что здесь большое основание, Калиан смотрится вполне гармонично и довольно-таки красиво. Ничего плохого я про это не скажу. Также в комплект у нас есть два уплотнителя. Уплотнитель под чашку и уплотнитель под колбу. На уплотнитель для колбы подходит большинство современных колб, начиная от Блейд Хуки, заканчивая Хукой 3. Но на данный момент вместо этого колба Хука 3 и шахта слегка шатается. Но не считая какой-то критичной проблемы, вы можете намотать под уплотнитель салфетку, либо изоленту, и все будет держаться довольно-таки уверенно. Двигаемся далее. Клапан и непосредственно коннектор под шланг у нас держатся на креплениях под названием O-Ring. Это вот такие вот силиконовые колечки, которые позволяют довольно легко оставить шланг непосредственно в основании колена и также легко его изымать. Плюс ничего случайно не выпадет и не вывалится. То есть крепление отличное, мне лично нравится. Далее клапан у нас выполнен в форме бочонка с четырьмя отверстиями, шарик же в нем стеклянный. И давайте заценим продувку данного кальяна. Как видите, чашка продувается и продувается колба либо за одну длительную протяжку, либо за 2-3, такие довольно-таки средние. Вот, по крайней мере, колба хука 3 отлично продувается. Никаких проблем с клапаном, опять же, нет. Также в комплекте у нас идет силикон софт-тач. Довольно приятное покрытие. Это уже далеко никого не удивишь с силиконом софт-тач. Но то, что это софт-тач, тоже довольно-таки приятно. К нему не прилипает пыль и довольно легко с ним работать. Но единственное, что силикон довольно-таки мягкий, легко перегибается, и что превращает нашу кренни в дискомфорт. Поэтому запаситесь заранее пружинкой, дабы не было проблем с загибанием силикона. Но, опять же, не считая это какой-то критичной проблемы, силикон можно поменять, либо поставить какую-нибудь пружинку, опять же, как я сказал. По высоте кальяна. Его высота составляет 47 см, именно непосредственно самой шахты. Что на 2 см короче, чем Мэтт Пир Симпл. Благодаря этому кальян довольно-таки легко транспортируется, перевозится. Плюс неплохо вписывается в интерьер небольших квартир. Также подходит для непрофильных заведений, таких как кафе и рестораны. Потому что кальян, стоя на столе, не будет сильно его загромождать. И собеседникам будет довольно комфортно находиться в настоящем на столе кальяном. То есть он не будет закрывать собеседников и не будет сильно громоздко на нем смотреться на столе. В принципе, тоже неплохо. Также пару слов о тяге. Диаметр данной шахты 11 мм, что подразумевает довольно-таки классическую тягу. Но за счет того, что в основании довольно-таки большие отверстия под шлангом и непосредственно под клапаном, тяга не такая классическая, как должна быть при шахте в 11 мм. По началу данная тяга показалась мне слишком легкой. Но, опять же, покурив пару дней данный кальян, я понял, что тяга максимально сбалансирована для тех, кто любит и классическую тягу, и для тех, кто любит более-менее такую диффузорную легкую тягу. Данная тяга похожа больше всего на Mad Peer без диффузора. Но он булькает при диаметре в 11 мм. Но тяга не классическая, не такая тяжелая. И, по моему мнению, данная тяга подойдет большинству любителей кальянов. Ну и как и тем, кто любит более-менее классическую тягу, так и для девочек, кто хочет покурить кальян полегче. Двигаемся далее. Кальян неразборный. У нас снимается только коннектор под чашу, блюдца и непосредственно сама погружная шахта. Сама же основная шахта от основания не откручивается, что создает небольшие проблемки с его транспортировкой, в плане того, что компактно его сложить у вас совсем не получится. Но, опять же, если вы переводите куда-то кальян с собой, и у вас есть с собой колба, то колба создает намного больше проблем, чем непосредственно сама шахта. Так что это, опять же, терпимо, и в плане транспортировки серьезных таких уж проблем никаких не будет. За это, опять же, плюс. Дальше, что касается непосредственно формы мундштука. О ней я высказываться не буду, потому что форма мундштука мне не нравится. Напишите, пожалуйста, в комментариях, на что она похожа, потому что я, мне кажется, я какой-то извращенный, и я не буду ничего по ней высказывать. Ну, и прежде чем я подведу итоги, я расскажу немножко об упаковке. Спасибо. Кальян у нас приходит вот в такой стрёмной упаковке почтовой. Но плюс в том, что у нее есть ручка. Плюс внутри данной упаковки у нас есть большое количество пупырки. Вы открываете кальян, ну, открываете коробку, все запаковано вот в такую пупырку, и плюс в том, что вы можете ее полопать. Ну, опять же, это не плюс кальян, а просто плюс в том, что у вас есть пупырка. Прикольно, можно расслабиться, покайфовать. Да, упаковка стрёмная, почтовая, но, опять же, данный кальян входит, как я уже сказал, в класс доступных бюджетных кальянов. И, ну, не надо там за 5-6 тысяч делать красивую упаковку. Надо, конечно, но то, что ее нет, не считаю каким-то большим минусом, чем-то критичным. Упаковка есть какая-никакая, это уже плюс. Двигаемся далее. Ребята в будущем собираются делать свои сумки для кальяна. Опять же, это дополнительный брендинг, дополнительное удобство в плане транспортировки и в плане общей концепции подачи самого продукта. Но сейчас у меня нет этой коробки, ну, нет этой сумки, поэтому о сумке рассказываться не буду, как только они появятся, я вам в них расскажу. Также у ребятов планы сделать кальян из нержавейки полностью, но об этом, опять же, мы поговорим попозже, когда они уже выйдут. Ну и, подведя итоги, расскажу об одном минусе, который мне не понравился, а именно о том, что блюдце темнеет. То есть, если положить на него достаточно большое количество углей, да, не обязательно большое, даже 2-3 угля буквально, то блюдце начинает чернеть. Сейчас я покажу это на видео, если на камере будет видно, то можете заметить на блюдце коричневые пятна. Блюдце не особо толстое, но не особо тонкое, но при его толщине остаются коричневые пятна. Опять же, это не сильно критично, но немного портит внешний вид кальяна, немного портит общее впечатление о нем. Но, все-таки, это, по-моему, единственный минус, который я заметил, не касая, не касая, все-таки, непосредственно самого перегибающегося шланга. Но, опять же, он в комплекте не должен идти, вы покупаете просто шланг, просто блюдце, шахту и непосредственно мундштук. Селикон, просто мне уже положили, ну, какой вот дали. Подведя итоги, я хочу сказать о том, что обработка металла довольно-таки хорошая. Блюдце сделано качественно, отлично переливается на свету. Вся сборка кальяна тоже выполнена на достаточно высоком уровне. Делрин в основании тоже не вызывает каких-то критичных проблем, ничего страшного. АИСи 304, отличный материал, неплохой дизайн, мне понравилось особенно большое основание, хотя поначалу меня напугало. Отличная работа клапана, отличная цена. В принципе, по кальяну нет никаких-то критичных проблем, я однозначно рекомендую его к покупке и, по крайней мере, к тестированию. В принципе, как-то так, вот такой достаточно краткий, но максимально информативный обзор. Всем спасибо за внимание, с вами был канал Хука Лайф. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на группу ВКонтакте, на Инстаграм. Всем, опять же, теплой зимы. Всем всего самого наилучшего, всем удачи, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok